изучаем sql на сайте oracle live sql ссылочка будет в описании заходим и логинемся если вам надо как всегда начинаем с нашей таблицей select звездочка from from hr employees и давайте представим такую задачу так где ошибку луис вот давайте представим такую задачу мы хотим повысить зарплату давайте не всем так как у нас отдел 80 когда добавим сюда в департман тайди департмент айди равно вы какому отделу я сказал 80 80 на control enter смотрим так тридцать четыре строки ну ладно давайте так оставим и тогда нам надо для удобства first name и села рида так теперь мы хотим допустим повысить зарплату всему отделу на 20 процентов что для этого надо сделать а сделать надо просто акселлари написать умножить на 1 и 2 запускаем control enter и что мы имеем помните тут у джона была зарплата 14000 сейчас мы повысили на 20 процентов получила 16 8 но самое главное запомните это зарплата и данные из зарплата и данные в там в таблице employees не поменялись а поменялись это только при выводе на экран как менять данные мы будем учить учиться позднее это рассмотрим а сейчас просто мы изучаем экспрессионы select листе то есть вот здесь мы можем дописывать как вы понимаете селлари мы можем умножить на 1 и 2 но не можем умножить first name на 1 и 2 то есть как вы поняли first name это тип данных тип данных варчар то есть буквы цифры до текст и тут же у нас интеджеры или номера там неважно да и мы сможем с ними производить любые арифметические действия там прибавить 100 видим да все отобразилось разделить можем на 2 700 да там потом еще прибавить 100 либо же наоборот вот это взять скобки то есть два плюс 100 а потом селлари разделить на эти 102 и у нас получится вот такое число с кучей знаков после запятых то есть все действия которые вы учили как в школе до прибавлять умножать делить и так далее ну давайте покажу вам еще селлари давайте ее умножим на 2 и дадим или с нее селлари и мы также можем вывести вот сюда селлари и дадим или с олд селлари ctrl enter то есть ничего не поменялось за тут у нас столбец отображаются старые данные тут новые умноженные на 2 думаю действия которые с арифметическими до проводить вы тут все разберетесь сами далее что можно сделать с текстом так пускай у нас будет все с ним и селлари вот давайте прибавим сюда плюс 1 естественно нельзя да такое не допускается прибавлять цифры к буквам но мы можем прибавить текст то есть напишем плюс в одинарных кавычках давайте добавим 3 бук 4 5 букв в кю как вы думаете что произойдет ctrl enter ничего не произошло потому что текст у нас дописывается не так а дописывается он с помощью конкатенации то есть пишем конкат берем выражение в скобочке и здесь через запятую указываем аргументы кю-кю-кю запускаем и получается у нас джон в конце кю-кю-кю куча можем поменять все это местами да начали пишем какое-то выражение ставим знак плюс и берем это выражение в кавычки запускаем так где-то я допустил ошибку а я поставил плюс конечно надо запятую указывать это я заглупил так видим да получилось то что мы хотели вроде бы вы так подумаете но где это применить практически нигде вообще-то можно добавить напишем first name а через запятую second name так секундный а тут не секунд тут last у нас в таблице по моему last name и вот у нас имя и фамилия написаны в одну строчку но слитно опять же это можно как исправить добавляем сюда запятую в одинарных кавычках ставим пробел и у нас высвечивается ошибка потому что функция конкатенации принимает только один аргумент это тоже можно обойти каким образом мы вот тут first name объединяем с пробелом добавляем теперь у нас в джоне вот тут содержится и пробел после него и после этого надо с конкатенировать еще один раз пишем конкат конкат открываем скобочку и у нас первый аргумент будет last name name потом запятая и второй аргумент это у нас будет первая конкатенация но как вы уже наверное заметили тут есть ошибка давайте я запущу может кто-то из вас уже догадался вот видим все равно фамилия имя пишется слитно почему потому что вот это надо поменять местами то есть мы сначала укажем пробел а потом first name запускаем и вот теперь у нас все отлично рассыл джон да из пробел между именем и фамилией так это что можно работать с текстом я вам показал полный перечень функции которые работают с текстом можете поискать найдете и давайте еще посмотрим на хайр дэйт это день приема на работу так опять first name пишем запятая хайр дэйт вот и что у нас получилось 1 октября 5 января давайте посмотрим можно отнимать давайте отнимем один что у нас получилось 30 сентября то есть каждый день у нас считается как единичка поэтому было первое октября минус один стала 30 сентября где это можно применить допустим у нас вот есть дата приема на работу человека да а мы отнимем от этой даты сиздейт сиздейт это сегодняшний день который у нас системе у меня это 24 сентября 2022 года жмем control enter и получаем вот такое вот число то есть полных дней шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь плюс еще в какие-то десятитысячные это там зависит от часов от минут да там на данный момент времени если нам вот это вот не надо дробная часть эту дату мы должны взять в скобки и использовать функцию раунд переводе означает от переводится округление тут у нас если мы не вводим никаких аргументов это у нас не округление а просто отбрасывается дробная часть через запятую мы можем указать количество знаков после запятой вот один давайте поставим 5 4 1 вот ставим два три четыре пять и так далее я думаю суть вы поняли пользоваться этими экспрессионами очень легко и просто главное понять суть и опять же не забывать про тех данные которые хранятся вот здесь first name это у нас текст higher date это дата да там селлари совсем другой тип данных у нас был вот я думаю суть вы уловили если надо вам более подробнее найдите информацию почитать на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока и